Здравствуйте и не пугайтесь, ваши мониторы и телевизоры исправны. Просто вы смотрите большое интервью, в котором не будет буквально ничего лишнего, даже цвета. Только герой, только человек, который интересен нам и, надеюсь, будет интересен вам. Сегодня это, боюсь, что сегодня будет необычный выпуск, я не смогу назвать имя нашего героя. Я являюсь членом сообщества анонимной алкоголики. Жил как бы несколькими жизнями, в какой-то одной сфере. Я вроде как нормальный человек, я где-то работал, у меня есть образование, я учился, работал. Параллельно, где-то вечерами или в какие-то дни, урывками, я начинал уже злоупотреблять алкоголем. Ну, не захотел прийти домой, не смог и не пришел. Попал в полицию и ничего же не сообщалось нигде. То есть, только зарплату не принес домой, ну, потерял. Где твое вручальное кольцо? Потерял. А где мои кольца? Ты их сама потеряла. Бродяжночил, да, просто хожу по улице, там, дайте, пожалуйста, 10 рублей, да, там, дайте это, там, да. Где-то живу на даче, да, там, в таком плане. То есть, и при всем при этом, я считаю себя нормальным человеком, обиженным на общество, потому что общество меня не понимает. Трезвый я с 2015 года, то есть сейчас будет 7 лет. Мы как люди, спасшиеся с кораблекрушения, да, мы объединены одной общей целью, вот, остаться трезвыми, да, в этой жизни и еще как бы кому-то помочь. Потому что я понимаю, насколько это больно и тяжело алкоголику или наркоману один день прожить в трезвости. Здравствуйте, спасибо тебе огромное, что ты пришел в нашу студию. А давай, наверное, сразу объясним нашим зрителям, почему он на тебе маска и почему я не буду называть твое имя. Сколько дней, месяцев, лет ты трезвый? Да, привет, Лен. По поводу маски хотел сказать, что я являюсь членом сообщества анонимной алкоголики, да, это некоммерческая социальная организация, которая является как бы мотиватором, да, и помогает людям оставаться в трезвости, жить в трезвости на постоянной основе именно тем людям, кто считает себя, да, или врачи считают таких людей хроническими алкоголиками, да, то есть люди, которые имеют заболевание, да, мы будем говорить об алкоголизме как о заболевании, наверное, да, лучше в этом контексте. Поэтому те истории, которые, ну, я постараюсь особо, конечно, не жестить, да, в этом плане, какую жизнь я прожил, да, и, в общем, трезво я с 15-го года, 2015-го года, то есть сейчас будет 7 лет. Не притрагивался к алкоголю, наркотикам, либо другим каким-то веществам, изменяющим сознание. Вот с того момента, как вышел из лечебного учреждения, да, наркологическая больница это была, да, вот, поэтому я в маске, да, потому что сейчас я стараюсь жить нормальной жизнью, да, как бы, а у меня есть там семья, родственники, да, работа, где, ну, нежелательно, я считаю, что это может сказаться, да, на моей репутации в дальнейшем. Не то чтобы мне страшно, но тем не менее, вот. Смотри, а вот когда ты первый раз в жизни выпил? Где-то в юности, может быть, в школьные годы мы с ребятами собрались, и, ну, не знаю, 5-6 человек, да, целенаправленно, и решили выпить крепкий алкоголь, да. Сколько тебе лет тогда было? Вот, знаешь, ну, это был, наверное, вот не буду врать, 7-й или 8-й класс, ну, то есть, ну, 13-14 лет, да. В принципе, наверное, многие экспериментируют в это время, в этом нет ничего страшного, да. Но и вот в тот момент я помню, я вот точно помню, как я осознал, что когда я напился, да, выпил, и я моментально ощутил этот эффект, да, на мне это сработало прям, ну, вот на секунду, да, я прям, я стал именно тем, вот, кем хотел быть, я стал старше, да, я стал важнее. У меня начала, на мой взгляд, лучше получаться беседа с ребятами, да, там как бы отточилось чувство юмора, я стал уверенный, понимаешь, и дальше, наверное, где-то в моем мозгу вот этот эффект, он отразился. И в следующий этап, да, может быть, ну, я не стал сразу там запойным алкоголиком, да, у меня, в принципе, была нормальная жизнь до определенного возраста. Когда чуть позже, да, я еще попробовал, да, что-то там, еще где-то выпил, может быть, на дискотеке, это опять придало мне сил, да, то есть я стал более-более смелее с противоположным полом, да, там где-то, может быть, посмелее танцевать стал, там, ну, в таком контексте, да, где-то, может быть, уверенность там в спорах или конфликтах со сверстниками, да, мне тоже помогало это там, ну, я застал просто эти годы, стрелки какие-то там вот такие, да, мероприятия такие дворовые, то есть были, я помню. И вот на этом ощущении я понес это чувство, да, и в тот момент, когда мне стало чего-то не хватать, то наверняка мой мозг, наверное, стал работать по такой схеме, что он стал, чтобы экономить энергоресурсы, подавать самый кратчайший путь к решению этой проблемы, то есть, да, когда я стал, когда мне стало страшно в какой-то момент, да, мозг сразу говорил, ну, попробуй. Иди вот вперед. Иди, пожалуйста, да. Слушай, ну до какого-то же момента была жизнь, ты говоришь, нормальная, то есть ты получил образование, да, женился, то есть вот... Да, ты знаешь, еще такой тоже момент интересный, да, вот алкоголик или зависимый человек, да, можно так сказать. Вот однозначно не скажешь, такое ощущение, что у меня, что я жил как бы несколькими жизнями, да, в какой-то одной сфере я вроде как нормальный человек, да, я где-то работал, в принципе, да, у меня есть образование, да, я учился, работал, какие-то там, да, дружеские отношения с противоположным полом было. И параллельно, да, там где-то вечерами или в какие-то дни урывками я начинал уже злоупотреблять алкоголем, да, то есть в университетские годы, я помню, может быть, до третьего курса или до двадцати лет, в принципе, у меня не было проблем, да, прям вот тут таких запойных и в силу возраста и здоровья, да, то есть я о похмельном синдроме даже ничего не знал. Я вообще жил так, что, ну, как сказать, ну, а почему нельзя, да, почему нельзя выпить, да, почему еще что-то нельзя. Я закончил там, да, институт и как бы переехав от родителей, да, уже почувствовал полную свободу и делал, что хотел. Единственное, что, как сказать-то, вот алкоголизм, да, там, наркомания, все бы ничего, да, но в определенный момент жизнь, она как бы запутывается, мне приходится, да, мне пришлось где-то жертвовать работой, да, где-то жертвовать отношениями, да, ну, соответственно, денег начинало не хватать, да, потому что, ну, ресурсы, здоровья не хватало, да, наркотики очень дорогие, алкоголь дорогой, тратил все время на это все. И, соответственно, да, я начал терять работу, да, и где-то, ну, семейные отношения портились, несмотря на то, что, в принципе, я вообще считаю себя не глупым человеком, да, и как бы все время, ты знаешь, вот, ну, как будто в рубашке родился, все время всех каких-то чрезвычайных ситуаций меня как будто кто-то вытаскивал, да, все время кто-то помогал, то есть, ну, одновременно со всеми, этим я все портилась, и я даже не задумался, в алкоголе бы ли это дело, да, либо в моем образе жизни. Слушай, вот обычно же, ну, как врачи говорят, что люди зависимые до последнего отрицают, что они зависимые. Помнишь ли ты вот этот момент, может быть, я не знаю, близкие, родственники, там, любимые люди пытались говорить, что парень, у тебя проблемы, там, нам сложно, да, а ты их не слышал. Такое было или нет? Или вот это не твоя история? Да, Лена, совершенно верная история, они вообще все идентичны, в принципе, да, это в точности моя история, да, но, конечно, я не хотел ассоциировать себя с алкоголиком, там, ну, я вроде такой, да, статный, там, молодой человек, довольно умный, да, и когда мне, там, папа в первый раз нашел папиросы, там, да, и он говорит, слушай, это что такое? Я ему уверен, я говорю, да это вообще, как бы, не твое дело, и у меня все нормально в жизни, что ты лезешь ко мне, да, ну, он говорит, ну, ладно, там, типа, да. Когда мама уже там после смерти отца, и я, ну, например, не приходил дома какой-то период, да, не появлялся дома, там, два-три дня приходил, там, или в крови разорвана рубашка, да, ну, видно там, да, или без телефона, без документов, она говорила, сынок, у тебя, может, какие-то проблемы есть, что-то, ну, не то в жизни так не должно, я не думал, что так может происходить. Я говорю, да нет, мам, какие-то все нормально у меня, да, я опять к воське ушел, то есть, да. Я сам себе в голове никогда не допускал эту вероятность, что я слабый, что я трус, нет, я всегда сам для себя самый лучший, да, и вот это алкоголизм, да, это такая болезнь, она зацикленности самого на себя, мне очень важно, да, что я о себе сам думаю, что обо мне думаешь ты, там, в настоящий момент. Это очень все так хитро сплетено, если другие болезни, да, там, какие-то онкологии или диабет, когда что-то происходит, да, то голова, конечно, да, при диабете люди как себя ведут, они меряют кровь, да, едят еще что-то делать, да. При алкоголизме, при зависимости обстоятельства совершенно не так. Да, если свести прям все на такую, ну, на жесткую форму, то голова, да, при алкоголизме, что говорит, убей себя, выпей, да, всегда выпей, это единственный способ, да, решения вопроса в любой ситуации. И вот в таком трэше я жил, да, там, до 30 лет. Слушай, ну, вот говорят же, что, в общем, не существует человека зависимого, который, ну, то есть, благополучно употреблял бы, да, что обязательно начинаются какие-то вещи, ну, действительно болезненные, да, какие-то проблемы, какие-то, ну, так скажем, потери, грубо говоря, да, вот то, что медики же обычно этот термин берут, да, в твоей жизни вот насколько вот она стала хуже, когда ты уже плотно подсел на все это? Что происходило в твоей жизни, что вот можно было бы, ну, рассказать, что ли, может быть, какие-то примеры? Да, можно, почему нет, да, что-нибудь. Знаешь, если вот брать, например, финансовую сторону, да, той жизни, которую я вел, да, и которая... Все начиналось очень здорово, да, у меня были хорошие должности, да, в хороших предприятиях, но, я говорю, со временем, да, то есть, все закручивалось таким образом, да, я где-то не вышел или позволил себе лишнего, да, и, соответственно, меня с этих должностей просили, но в силу, да, того высокомерия и гордости я принимал это как вызов, да, я говорю, да, и я найду себе лучше, да, ну, и, соответственно, этот, да, перелом, он психически все равно давал, да, внутри какой-то надлом был, я уже не был, да, так уверен в своих силах. И еще какой-то, да, там, момент употребления, еще, да, этап какой-то употребления. Я вроде опять, да, восстанавливаюсь еще там куда-то, еще, да, определенный этап в жизни, и опять оно повторяется, да, пусть там проходит 2-3 месяца, полгода, и я опять наступаю на те же грабли, да. Кому нужен, да, пьяный товарищ на работе или пьяный, там, менеджер, или пьяный управленец? То есть, конечно, меня попросили, и такая же ситуация в семье, да, точно. Ну, я не знаю, вот если поменять, например, меня местом с моей женой, да, которая проживала вот эти все мои пьянки, да, употребление наркотиков, это же, ну, представляете, постоянно там, да, ну, ну, не захотел прийти домой, не смог и не пришел. То есть, да, как бы, в мин, попал в полицию и, как бы, тоже, да, ничего же не сообщалось нигде. То есть, только он зарплату не принес домой, ну, потерял, да. Где твое вручальное кольцо? Потерял, да. А где мои кольца? Ты их сама потеряла, да, то есть в таком плане. То же самое, то есть, я помню, были такие случаи, да, я, мы уже не жили вместе с супругой, я шел, ну, там, подбатый, да, по району, во дворе гулял мой сын пятилетний, и он что-то, он, он, папа такой радостный, а я пьяный, и я говорю, у тебя есть там мелочь? Он говорит, есть такой, что-то достал там. Я говорю, ну, давай, и телефон, да, и позвонить, да, взял телефон и не вернулся, да, ушел. То есть, выбор между употреблять либо семьей никогда не стоял. Всегда только употреблять. Если, как объяснить, да, если, есть такие примеры, я знаю таких ребят, кто, как бы, бросил пить, да, и, как бы, ничего с этим дальше не делает, да, вот мы, ну, не посещает собрание анонимных алкоголиков, да, там, ну, как-то не расширяется, да, ничего никому нет. И в такие моменты, я знаю, вот, семьи, где жены говорят, слушай, лучше бы ты пил, ты просто, ну, невыносимый человек стал, да, то есть, вот, та дыра черная, да, про которую, образно, образно, да, о которой мы говорим, которые, да, как бы, убрали алкоголь, да, и, там, такие удовольствия из жизни, да, и что-то хочется засунуть сюда периодами, да. Откуда дыра? Ну, почему дыра? Почему у одного есть, а у кого-то рядом нет? Ну, почему вот это? Просто, да, вот, ну, так эмоционально, да, и умственно сложилось. Болезнь, это она, как бы, физически и, там, умственная, да, да, вот, ну, так вот принято говорить, там, образно, да, то есть, ну, еще какие-то остальные, там, сферы деятельности, сферы жизни тоже затрагиваются, но, вот, представь, если, например, да, с 20 лет я понес свое употребление, 10 лет я пил, да, там, ну, и позволял себе все остальное, то есть, да, и, конечно, мой образ жизни, он так сложился, что я привык, да, что мне нужен всегда допинг, да, я просыпаюсь или не сплю, да, то есть, в любом случае я всегда делаю все, что хочу, и когда у меня это забрали, да, выяснилось так, что жить-то я, по большому счету, и не умею, понимаешь, у меня никогда не было нормальных отношений в трезвости, я никогда не работала в трезвости, я никогда, я разучился смеяться, да, в трезвости, то есть, чувство юмора притупилось, еще что-то, и вообще такой уровень деградации произошел, да, что в конце, как бы, да, уже там, к моему концу употребления меня, как бы, ну, послали, понятно, из дома, да, я был неработающий, да, я весил там 70 килограмм, то есть, ну, сейчас я 100, да, вешу, то есть, у меня был больной вид, желтые круги под глазами, да, я не мог внятно говорить, да, то есть, стимул жизни пропал, я одевался, ну, так себе, да, как бы, то есть, толку от такого мужа и отца не было никакого вообще, да, и мне, конечно, сказали, слушай, либо что-то давай менять, либо, короче, уходи, да, я говорю, да, я и без вас проживу, да, с гордостью, сказал, я и ушел, но ушел в никуда, да, это было лето, я несколько месяцев побродяжничал, представляешь, да, 30-летний парень с высшим образованием, да, как бы, неглупый и бродяжничал, да, просто хожу по улицам, там, дайте, пожалуйста, 10 рублей, да, там, дайте это, там, да, где-то живу на дачах, да, там, в таком плане, то есть, и при всем при этом я считаю себя нормальным человеком, обиженным на общество, потому что общество меня не понимает, да, потому что, там, моя девушка, там, глупая, да, там, мама вообще как может так поступить с сыном, да, там, выгнать и не пускать домой, родственники остальные тоже, как бы, должны, я не знаю, радоваться, да, они все меня. Слушай, а в какой момент все-таки пришло вот это понимание, что ты пошел лечиться, лечиться, то есть, вот что стало вот этой поворотной точкой, но если уже все прохлопало? Да, вот, представляешь? Вот все прохлопало, и все равно было как будто бы норм, а потом ты все-таки принял это решение пойти лечиться. Да, это очень такой больной удар, да, по самолюбию, по самоуважению, да, признаться, что все, чего я достиг к 30 годам, это ноль, да, то есть даже минус, да, то есть я набрал там проблем с органами, да, проблем с больницами, то есть там все мои долги, кредиты, микрозаймы гасить мне было нечем, да, я подставил всех своих родственников, и, значит, как бы дочаливал свои вот те прекрасные, да, романтические дни. Один в брошенной, в заброшенном доме, да, там я, ну, короче, просто в каком-то сарае, да, то есть. И я такой вот, представляешь, такое состояние вроде как бы и жить неохота, да, и смелости не хватает что-то с собой сделать, и что делать я не знал. И, да, вот можно вернуться к началу, да, и, собственно, для чего вот такие мероприятия мы проводим, да, что я вот сюда, человек тебя напросил сюда в гости. Если бы я на тот момент знал, что есть какие-то люди, которые могут поддержать или дать надежду того, что жить в трезвости можно, да, что проблема на самом деле, да, не в людях, а именно во мне, внутри. Я, может быть, как-то раньше, да, задумался, то есть над этим вопросом, а мне пришлось вот эту всю боль и все чувства переживать отвратительное состояние, да, вот это одиночество, брошенность, настолько больно, да, и, я не знаю, наверное, какие-то высшие что ли силы, как будто дали, знаешь, какую-то искру, и мы тогда не жили с супругой уже, да, и я написал ей, а она спрашивает. В общем, такой разговор там, она говорит, слушай, мы с тобой познакомились вроде, да, ты был такой нормальный чувак, короче, что случилось спустя вот столько, ты вообще где с собой сейчас, что, да, я не знаю даже вообще, ты живой? Я говорю, ты знаешь, у меня проблемы с употреблением. Она говорит, ты что? Вот. И с этого момента все закрыто. Она говорит, хочешь, я тебе помогу? Я думаю, нифига себе, как бы, да, я говорю, ну давай, и, в общем, она занялась этим моментом, потому что я на тот момент уже, ну, как бы был настолько дикий, да, в этом отношении, я не верил в ничего, да, меня преследовали очень сильно полицейские, с употребителями, да, потому что я много вреда нанес материального окружающим даже, да, с тем, с кем мы пили, да, то есть много разрушенных было взаимоотношений. И на самом деле, да, вот, я не знаю, на какой добровольной основе супруги алкоголиков там, да, девушки, партнеры, родители алкоголиков, зависимых людей помогают нам. Это, конечно, непосильный нож, потому что если бы менять нас местами, я бы, честно, давно выпинул из дома, сказал, больше не приходи. Мне бы не хватило столько терпения. То есть жена помогла тебе лечь в клинику? Да, да, да. Я говорю, я не знал ничего о трезвости. Я даже не мог представить, что, приняв какой-то другой образ жизни, у меня есть надежда стать просто нормальным обычным человеком, у которого там дома будет ужин, да, там, не знаю, там, улыбки детей, телевизоры, СТС, там, да, какие-то еще каналы. Я представить не мог такого, да. Наверное, многие родственники людей, которые пьют или употребляют, пытаются найти какой-то такой очень, ну, как волшебную таблетку, волшебную бабку, которая заговорит, да, ну, то есть какой-то вот очень короткий путь, да, то есть, чтобы на что-то нажать, и раз человек больной стал человеком здоровым. Сколько ты лежал в клинике, и сколько вообще потребовалось на то, чтобы, ну, как ты говоришь, голову на место поставить? Так, смотри, по поводу того, что существуют ли волшебные таблетки, вот, ну, за себя хочу сказать, что я не видел такого, да, вот, ну, за семь лет, за шесть лет трезвости. Я не встречал такого человека, да, у меня нет таких знакомых, кто бы каким-то чудодейственным образом излечился, жил нормальной жизнью, не употреблял. Нет, да, и... У меня не было срывов, да, слетов там, ну, вот, с трезвости. Мне потребовалось в общей сложности, да, ну, получилось около пяти месяцев нахождения в больнице, да, то есть я сначала там меня очистили, да, на детоксе, там, от алкоголя и наркотиков, и у меня было направление в государственное учреждение, да, наркологическое, закрытого типа. Кое-когда там с грехом пополам я до туда дошел, потому что, да, это было, ну, тоже такое непростое решение, потому что не знаешь, когда куда идешь, да, как бы... Это, конечно, сложно, да, но это уникальный опыт, да, сейчас я очень благодарен, потому что ту работу, которую проделывают психологи и врачи с ребятами, такими, как я, та работа была, которую проделала со мной, это просто грандиозно, по-другому не скажешь. Это было так круто, да, блин, настолько вещей открыли глаза, да, сказали, как можно жить, да, как... То есть, ну, я как будто ничего не знал, да, я впервые услышал, да, там вот о зависимости об алкоголизме, как о болезни, да, и, то есть, наверное, это ничего бы не получилось, да, если бы я не попал вот именно в больницу, поэтому, ну, там, четырех... Чуть-чуть, вот около четырех месяцев, да, был курс лечения, да, но дело в том, что, как по себе тоже, да, скажу, как фундамент для отрезвости, это, конечно, классная штука, да, то есть... Вот потом ты вышел и понял, что и этого мало, да, то есть вот четыре месяца лечились, работали, старались, а потом... Да, ты знаешь, ну, представляешь, что вот психологические группы поддержки, да, мы сидим в кругу, например, да, там с психологом, он с нами работает, все как положено, и дело подходит к выписке, да, то есть я уже такой трезвый психологический, духовный как бы, да, такой... И такой думаю, блин, а что же будет дальше? Было сказано посещать собрания анонимных алкоголиков, да, там на первой основе было это постоянно, да, то есть я не знал, что это за такие... Для меня это вообще как бы анонимные алкоголики, да, я не знал. Вот, ну, я помню, да, там в фильмах или в сериалах, в запахах, да... То есть мы же все это воображаем себе как, ну, я не знаю, как там круг, здравствуйте, я там Вася, я там зависимый, я там стоил столько-то лет... И обычно, ну, обыватели это видят как, ну, как немного комично даже, да. На самом деле, насколько эта история важная и насколько она работает? Ты знаешь, это... Вот на мой взгляд, это единственное место, где я чувствую себя как в тарелке в своей. Знаешь, иногда бывают такие моменты, когда с работы домой едешь, и вот... Ну, неохота, короче, вот, знаешь, или там на работе как-то вот, ну, дискомфорт какой-то чувствуешь, да, а когда приходишь на собрание анонимных алкоголиков, я как будто попадаю в какое-то такое вот место благоприятное, да, как будто к родственникам приехал, да, и могу быть именно тем, кем я являюсь, да, могу говорить или пообщаться, да, поприкалываться именно с близкими людьми по духу, да, как бы. Я правильно понимаю, что это сообщество людей, которые понимают и поэтому могут помочь подсказать, что делают, да, потому что там родственники, друзья, близкие, которые не сталкивались, ну, то есть не были зависимы сами, не всегда даже знают, о чем помочь, даже если хотят. Я правильно понимаю? А здесь это место, где точно знают, как вот пройти. Да, ты прям в точку попадаешь, как будто с языка смело. Ты знаешь, это именно вот про то, что ты говоришь, да, вообще, как бы самое главное для человека, да, ну, не оставаться одному мне, да, и как бы в общении проговориться, выговориться, да, какую-то получить обратную связь. Это бесценно, да, это очень важно для меня. А так сложилось, да, изначально, что в обществе, да, где я воспитывался, алкоголик и наркоман был самым ничтожным звеном, да, то есть я с этим менталитетом рос, и сам себя уже, да, как бы списал со счетов внутренне, да, и, конечно, я перестал доверять обществу, я обозлился на всех, я сколько раз я слышал там в укор или в упрек от своей партнерши, от девушки, от мамы, да, что я такой-то и сякой-то, да, там, не знаю, или, представляешь, там, 30 лет, например, там, 29, у меня уже дети есть, и я слышу такой тост, там, от мамы, желаю тебе стать настоящим мужчином, думаю, вот, блин, приплыли, да, думаю, ну, что это вот такое. Конечно, это обидные слова, я перестал доверять таким людям, мне, да, уже, как бы, машинально, да, я это вот выработался такой инстинкт, да, вранья, я уже машинально врал, да, конечно, и мне попасть в такое общество людей, где... Врать не нужно, да? Да, представляешь, я пришел туда, и мне рассказывают ребята истории из жизни, да, как у них там сложилась так судьба, да, что вот мы попали сюда, ведь никто не желает, честно, по-честному, я не мечтал, да, попасть в свои годы, там, в анонимные алкоголики, да, и посещать это собрание, там, еще что-то как-то, да. Нет, конечно, я хотел, там, не знаю, каких-то возвышенных целей, да, там, не знаю, да, а сложилось вот именно так, да. Поэтому, попав туда, я послушал, и дело в том, что такие истории, которые рассказывают в этих стенах, их не выдумаешь, нет смысла выдумывать их, да, да, и я, конечно, ну, где-то подсознательно, я, вот, сердцем я услышал и поверил, да, этим людям. И когда мы шли домой, там, с одного из моих первых собраний, с парнем, да, он чуть был постарше, у него было уже, там, чуть, ну, полтора, что ли, года, он был трезвый, да, истории были абсолютно идентичные, да, то есть, ну, алкоголь, разрушенные судьбы, семьи, да, потерянные работы, разбитые машины, и мы идем, и он говорит, да ладно, говорит, не ссы, так вот меня приобнял, говорит, дай время, говорит, все восстановится, вот, говорит, поверь мне, говорит, вот, год-полтора походи сюда, да, трезвый, говорит, послушай, что мы говорим, а там, говорит, поговорим с тобой. И я шел такой, блин, я тоже так хочу. Ты знаешь, почему, думаю, вот у него есть, да, а у меня нету. И я стал посещать, знаете, собрания на постоянной основе, да, и то, что у меня возникало в голове или в сердце, я приходил туда, иногда я просто слушал, иногда высказывался, да, иногда задавал какие-то вопросы после собраний, мы созванивались, да, списывались. И ребята, как сказать, это не совет, да, это просто именно поделился опытом, да, вот называется у нас, рассказал, какие идентичные случаи были в его жизни, да, и как он с этим справился, и какой-то там из десяти человек мне приглянулся, да, этот опыт, и я так поступил и сработало. Я думаю, а почему еще не попробовать? То есть в таком плане вот мы существуем, да, мы как люди, спасшиеся с кораблекрушения, да, мы объединены одной общей целью, вот остаться трезвыми, да, в этой жизни и еще как бы кому-то помочь. Потому что я понимаю, насколько это больно и тяжело алкоголику или наркоману один день прожить в трезвости. Смотри, вот ты сейчас сам для многих уже становишься спонсором, человеком, который помогает людям, которые только-только прошли лечение, пришли в общество анонимных алкоголиков, берешь, ну, как некое кураторство над ними, да. Почему? Ну, вот казалось бы, да, то есть ты уже столько времени трезво решил бы себе там независимо от общества, от бывших зависимых, от новых зависимых. Зачем сейчас ты кому-то пытаешься помогать? Блин, ну, во-первых, потому что, знаешь, вот есть какие-то эндорфины, там, эндорфины в голове, да, вот давай с научной точки зрения эти свои попробую передать, ну, вот свое мнение, да, убрав из жизни алкоголь, наркотики, да, там, остались, конечно, вещи, доставляющие удовольствие, да, там, может, там, ну, вкусная еда, какие-то покупки, секс, да, но все равно, да, вот такое вот, говорят, там, жизнь стала в серых тонах, да, у меня иногда слышу такие выражения от родственников, типа, не пьешь, теперь у тебя все серое, да нифига подобного, да. Как раз вот, когда я кому-то полезен, да, кому-то я приношу пользу именно на бесплатной основе, это даже с научной точки зрения доказано, да, что это вырабатывает очень сильный, да, гормон счастья, и в голове очень классно становится, так тепло, да, вот его, по-моему, испытывают беременные женщины, да, когда вынашивают детей, то есть в таком плане, и испытав это чувство, да, уже, то есть мне хочется еще, да, именно это вот с одной точки зрения, а во-вторых, ну, когда я попал в этот, да, вот в эти стены, и мы начали работать с моим спонсором, да, спонсор там, куратор как хочешь, да, можно, наверное, называть, я не думаю, что это криминально в Америке, по-моему, это поручитель называется, да, на Западе, то есть наставник, кому как удобно, да, то есть это человек, ну, духовно ушедший вперед, да, по этой, по программе трезвости, и мы когда начали заниматься, и там есть определенная, да, последовательность шагов, которые нужно, да, там сделать, чтобы, да, жизнь как бы начала меняться, и там есть условие, что в дальнейшем мне нужно будет помогать людям, которые попросят у меня помощи, то есть так же, как я, и не то, чтобы я там, да, не мог отказать, конечно, могу сказать, да, некогда мне, да, но это тогда, понимаешь, перестает немного работать вот на этой электронистической основе, потому что она, программа так построена, да и нафига мне сейчас дергать кота за яйца, когда я сам живой пример для себя, да, что как бы имея ту жизнь и разрушив все, да, там, Бог дал мне второй шанс, да, как бы так, если все абстрактно расставить, да, я попал туда, в эти стены, у меня появились друзья, у меня появились, да, там, отношения, да, восстановилась семья, это очень важный фактор, да, ведь что важнее может быть, да, когда семья восстанавливается, у меня есть любимая работа, да, которая, в принципе, да, неплохо оплачивается, то есть как бы все сферы жизни восстановились, и я пришел к такому выводу, да, что как бы, ну, как у нас и говорится, да, я поделил жизнь на три составляющие, да, это семья, работа, ну, и анонимные алкоголики, да, в моем случае, то есть то место, где я самореализовываюсь, да, ну, не считая, там, кто-то еще спорт, может быть, предпочитает еще какие-то такие хобби, да, то есть у меня сейчас все идет как бы нормально, ровно, я сейчас нормальный, да, человек как бы, да, то, чего я хотел, у меня есть, нафиг не дергать там, да, кота за яйца, еще раз скажу, ну, рисковать, что-то там переделывать, зачем? Мне все хватает, это классно, когда у людей, я смотрю, как вот, ну, восстанавливаются, да, взаимоотношения, семьи, да, у людей, это такой кайф вообще так получать, ведь дать человеку надежду и потом посмотреть, что из этого получится, это же, ну, бесценно, да, то есть ничего даже подобного нет, не купишь это, это классно. Может быть, когда-то, я скажу, там, да, спустя там сколько-то лет, да, и хватило там, да, нанимных алкоголиков на мой век, но вообще у нас в Оренбурге, да, у нас в этом году был, ну, 30-летний, по-моему, юбилей, да, то есть 30 лет мы в Оренбурге, да. Правда ли говорят, что, ну, вот это такая тоже, может быть, штамп, может быть, нет, что алкоголиков бывших не бывает, что каждый день это вот такая, ну, как такая, каждый день заново ты работаешь с собой, чтобы снова в это не рюхнуться так или иначе. Да. Правда или нет? Правда, да, и сериалы, я вспомнил, да, бывшие, ну, конечно, так, я не часто слышу такое выражение, но я понимаю, о чем ты говоришь, да, бывших алкоголиков не бывает, алкоголизм – это хроническая болезнь, да, то есть это медицинский засвидетельственный факт. Неважно, пью я или нет, да, но болезнь прогрессирующая, да, то есть она влияет на остальные сферы моей жизни, то есть, да. То есть, по сути, это такая пожизненная работа, пожизненный выбор – быть как бы трезвым. Да. И именно в этом вы помогаете друг другу. Да, и у нас есть определенные инструменты, конечно, да, и тут речь не только во взаимоподдержке, да, также есть определенные там медитационные какие-то, да, там, действия, еще что-то, еще что-то, которые я должен выполнять на ежедневной основе, да, чтобы мой день, да, моя жизнь была продуктивная. Когда я все это забрасываю, да, у меня есть риск, конечно, скатиться, да, куда-то, и я не знаю, да, я не могу контролировать свои мысли именно в том потоке, да, вот в алкогольном мышлении, ведь, ну, с чем черт не шутит? Спасибо тебе большое, что ты согласился прийти в нашу студию и рассказать все эти вещи, наверняка это совсем неприятно. Я очень надеюсь, что те люди, которым нужна помощь, услышав тебя, будут понимать, куда им пойти, чтобы эту помощь получить. Спасибо. Тебе спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!